Продолжаю завтрак свой. 16 сентября 2024 года. Завтрак с Таней Карацуба-Сиитбургхан. Мы с вами в прекрасном месте, как видите. Красота вокруг. Очень всё красиво. Да, здесь живописное место на самом деле. Живописное море. Это один сплошной песок, песок, песок. Идёшь, идёшь. И всё песок. И всё тебе по колено. Но, друзья, конечно, нужно лететь домой. Хорошо жить в таких местах, где у тебя песок, песок. И круглый год, в принципе, лето. Это замечательно. А зима у нас с вами выдаётся. Это я сейчас пью кофе капучино. Такие чашки. Но в ресторане у нас чашки для всего одни. Такие вот. Довольно вкусные. Не знаю, что это, но такое маленькое. Пирожок, который мы с вами проглотим моментально. Шоколадный, вкусный, я не знаю, с глазурью. И кажется, ещё с мёдом. Вот здесь сегодня утром я рассказала ролик, сделала о дипфейках. Довольно интересный закон. Ведь он-то закон. Понимаете, когда принимают такой закон, то сразу нужно искать. Необходимо искать подоплёку. Необходимо искать какую-то мошенническую схему от государственных чиновников. И эта мошенническая государственная схема, она выпирает довольно-таки быстро. Её сразу можно увидеть, что случилось и каким образом эти схемы работают. Работают они так, что дипфейки, дипфейки – это ведь не фейки. Народ простой понимает, что это просто фейк. Нет, друзья, это не фейк. Это дипфейк. Дипфейк – это компьютерно обработанная в программе задача по дискредитации какого-либо чиновника. Вот, в принципе, что такое дипфейк. Это со стороны государства, в принципе, мошенничество. Объясняю почему. Потому что снимаете вы, допустим, чиновника на пляже с любовницей. А для него это компромат. Он платит, он платит прокурорскому сотруднику, и тот объявляет это дипфейком. И жена рада, что это дипфейк, да, и сам чиновник рад. Любовница, может быть, не будет слишком рада, потому что она бы и рада рядом со своим горячим старичком объявиться. А нет, а нет, друзья, не получается. Не получается, потому что, ну, в общем, вы понимаете, что дипфейк – это все-таки игра в одни ворота. Игра в ворота чиновников. То есть чиновники, нет-нет, они, наоборот, выиграют. А игра в ворота народа. Потому что каждый теперь фейк, якобы, каждое действие чиновника, которое уличает его в каких-то там мошеннических схемах, он будет объявляться дипфейком. И вот тут будет страдать народ за свою правду. За правду вы пострадаете больше. Шесть лет лишения свободы. За правду. Ну, как же они вам не скажут, что вот мы берем вас и просто, да, за то, что вы подсмотрели какой-то там сюжет, мы вас посадим за эту правду на шесть лет. На Западе же здесь по-другому. Если вы подсмотрели какой-либо сюжет, вы его продаете телевидению, газете, вы продаете его за баснословные деньги. И вы считаетесь героем. И вас такого, да, журналиста нарасхват. А вот в России, а в России все по-другому. А там вообще зеркальное дно, когда вообще все, все законы работают в другом совершенном направлении и по-другому трактуются. Поэтому в России это кроличья нора, куда бежит уже не белый кролик, друзья, нет. Да белый кролик давно закончился, а бежит уже чернопегий, такой страшный, демонический кролик с красными глазами и с ушами ослинами. Бежит и бежит. И дна-то нет. Постучаться в дно. А куда вы будете стучаться? Дно-то это вся наша с вами жизнь. И каждый раз жизнь выдает разные секреты, разные смешные фейки или смешные сюжеты, которые всегда будут работать против народа. Поэтому дипфейк это программа с двойным дном, это мошеннический закон, на мой взгляд, друзья, но это лично мое мнение, мошеннический закон против правды, которые могут ходить, которую будут выкладывать народы, населения нашей страны. Нет, конечно, не за границей. За границей дипфейк такой, он, конечно, тоже существует. Но здесь все по-другому, ведь, видите ли, здесь надо доказать, что это дипфейк. Допустим, вот Трамп сейчас на выборы идет, да? Докажите вы, что в него стреляли. Вот была мошенническая схема, когда в Трампа кто-то стрелял. Теперь опять стреляли в Трампа. Да что ж такое его дядю Федю никак не пристрелят, да? Вот вы смотрите, ну какая глупость. Это фейк или не фейк? Я считаю, что это фейковое изображение, когда в него кто-то стреляет. Он играет у себя в гольф-клубе. А вдруг где-то там на горизонте появляется стрелок, неизвестно какого, конечно, арабского происхождения. И этот стрелок начинает стрелять в дядю Федю, который за полями гольфовыми скрыт. А он все равно стреляет. Вот ему так хочется. Вы понимаете, вот это фейк или не фейк? Как назвать это? Вот. То-то и оно. То есть, когда делают это власть держащие в своих руках цепких, это не фейки. А когда делает это народ, показывает, как дядя Федя тот же гуляет, да, где-то там с массой любовниц, то это фейки. Вот только любовниц или любовников, или еще кого-то. Мы это тоже не знаем. Да и обсуждать-то, да оно интересно ли нам. Интересно с той стороны, что это все-таки человек, который хочет возглавить государство, руководить людьми. И закон раньше все-таки американский гласил о том, что необходимо, чтобы этот человек был, в принципе, здоров психически, в первую очередь. А кто проверяет наших президентов на психическое здоровье? Ну-ка, расскажите нам. Где это? Кого это когда-то проверяли на психическое здоровье? Да нет, никого мы не проверяем. И вот такая ситуация, когда президент, в принципе, может гулять, может врать. У нашего Путина неизвестно, есть жена или нет, есть дети или нет, мы вообще ничего не знаем. Что есть у нашего Путина? И знаете ли, ведь о том, что есть или нет у нашего Путина президента страны, России, можно объявлять только некоторым блогерам, которые явно находятся на связи с КГБ. То есть КГБ формирует своих блогеров, и эти блогеры зарабатывают для всего отдела. Они вещают, и, конечно, у них информация. Но можно было бы подумать, что у них информация верная. Однако же информация их бывает такая поддельная, как, допустим, как, допустим, Путин в холодильнике, в морозильнике лежит на Алтае. Ну, смешная информация, но это их информация. Или только сейчас публикуют статьи о том, заметкой строчат, что у Путина, оказывается, есть еще дети, есть еще мальчики. Хотя об этом давно говорят блогеры. Первый сын родился в 2008 году. Это официально зарегистрировано. Это у жены Алины Кабаевой. 2008 год. Одна из медсестер ЦКБ больницы, Кремлевской больницы, рассказывала мне тогда же, 2008 год. Ну, тогда я знала. Я знаю, потому что я как бы соприкасаюсь. А люди-то не знают этого. А нам говорят, что у Путина два еще ребенка, 15-го и 16-го года рождения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова